Мероприятие, посвященное 80-летию битвы за Москву, прошло в Центральном музее военно-воздушных сил. Поводов для проведения встречи было несколько. 80 лет начала битвы за Москву. 80 лет образования трех женских полков, которые не только положили на пчал, но и говорят о многом, как наш народ, как наши женщины, наши мужчины, выполняли свой долг. В мероприятии приняли участие потомки летчиц женских авиаполков, генеральный секретарь Федерации авиаспорта Холиде Макагонова, вертолетчица-полковник Галина Скробова-Кошкина, заместитель председателя Совета ветеранов полка Нормандия-Неман, гвардии-полковник Константин Рыбников, директор музея Нормандии-Неман Надежда Назаренко и другие почетные гости. На встрече много говорили о книге, написанной совместными усилиями штурмана, 125-го гвардейского бомбардировочного авиаполка Галины Петровны Брок-Бельцовой и французской журналистки Мартин Гей. Недавно Мартин опубликовала книгу «Ночные ведьмы. Дневные фурии». В ней автор рассказывает о том, как в начале Великой Отечественной войны по инициативе знаменитой летчицы-рекордсменки Герои Советского Союза Мариной Росковой были созданы первых три женских авиационных полка. Все они принимали активное участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны и добились заметных результатов в разгроме врага. 28 летчицам было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. «Будем жизнью защищать отчизну» – эти слова из последней записи в дневнике заместителя командира эскадрильи 125-го полка Любови Губиной, погибшей в октябре 1943 года, при спасении боевой подруги стали лозунгом мероприятия. Обсуждение самой книги, воспоминания Галины Петровны Брок-Бельцовой – конечно, ее речь, как всегда, пламенная, полная гордости за подвиг советских летчиц. Книга питает, вдохновляет, радует, мобилизубит. Сегодня мы от имени советских летчиков и от имени французских летчиков «Нормандия неба», судьбу которых отразила в нашей совместной работе, Мартин Гей вручаю вам с благодарностью за то, что знаете историю, пропагандируете и даете бой фальсификаторам, которые скажут «Здесь правда, правда и ничего, кроме правды». Сама французская писательница Мартин Гей с восторгом от личной встречи с легендарным штурманом и родственницами летчиц произнесла очень яркую речь, в которой рассказала, почему решилась на создание этой книги. Она сама является летчицей и воодушевлена подвигом советских людей в период войны, в частности, женщин-авиатрис. У меня также было много встреч во Франции, и я делюсь сейчас с вами своими впечатлениями. Для французов это что-то совершенно необычайное, и они об этом не знали, особенно это касается ночных ведьм. Французам было интересно, откуда такое название, почему именно ночные ведьмы. И я это объяснила, что их атаки были настолько внезапные, они летели достаточно тихо, и происходило это все ночью, и я объяснила это в своей книге. Подарочные экземпляры книги и журналистки презентовали почетным гостям. Скоро издание появится в открытой продаже.